Пам-пам! Привет, я Руслан Усачев и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и в мире за последнее время. Как видите, я продолжаю экспериментировать с форматом шоу, сегодня я встаю. Спасибо, спасибо, спасибо. Пам-пам! По российским СМИ начала расходиться информация о том, что Евросоюз в скором времени отменит санкции. Их таинственный источник в ЕС сообщил о том, что уже 30 сентября все европейские шишки соберутся в одном месте, обсудят, что дела на Украине вроде как ок, и можно экономические санкции против нашей страны убирать. Если это правда, то очень круто, потому что мы с вами опять сможем есть австралийские стейки, если где-то найдем на них деньги. Выходит, что уже в следующем месяце на прилавке наших магазинов смогут вернуться иностранные продукты, и цены на них вырастут, ведь это чудо российской экономики. В любой непонятной ситуации цены растут. Главное всему найти логичное оправдание. Ввели санкции, теперь на полках магазинов будут дешевые отечественные аналоги, цены упадут. Нет, предложение сократилось, при том, что спрос остался тем же самым. Отечественным производителям нужно как-то развивать свой бизнес, поэтому цены вырастут. Санкции отменили, теперь вернутся иностранные продукты, и из-за конкуренции цены упадут. Нет, где же вы видели, чтобы продукты, привезенные издалека, стоили дешевле, чем местные? Цены вырастут? Но это не имеет смысла. Вы что, экономист? Я нет. Но цены вырастут. Пам-пам. В сеть выложили очередную подборку интимных фотографий звезд кино и шоу-бизнеса, и как-то всем, ну, пофиг, что ли. То ли прошел эффект новизны, то ли звезды уже не те. Потому что у Дженнифер Лоуренс мы все самое интересное посмотрели еще в первом выпуске. Ким Кардашьян, так она сама порнуху выпускала, ничем не удивила. Но появился сайт, который грозится, что через несколько дней будут опубликованы интимные фотографии Эммы Уотсон. И, знаете, я не верю этому. Я не верю. У нее просто нет интимных фотографий. Эмма Уотсон это очень приличная и замечательная девушка. Самое страшное, что может быть на телефоне Эммы Уотсон, это видео, где нам Вингардиум Левиоса неправильно колдует. It's Lavios. Пам-пам. Помните, я вам рассказывал, что в Африке распространяется эпидемия Эбола. Тогда было зарегистрировано несколько сотен зараженных. И даже ходили слухи о том, что зараженные умудрились прилететь в Европу или в Азию. Так вот, готовьтесь. На данный момент зарегистрировано порядка трех тысяч смертей от этой болезни. Зарегистрировано, на самом деле, их намного больше. Ведь мы говорим об Африке. Там с трупами особо не церемонятся. Его выкидывают в реку и рожают новых двух. А теперь самое интересное. По прогнозу Американского Центра по контролю и противодействию заболеваниям, если ничего не изменится, то уже в середине января следующего года у нас будет полтора миллиона зараженных. Это очень печальная новость, потому что лично я деньги поставил на ядерную войну. Вообще лекарство вроде как уже нашли, оно проходит последние испытания. Там основная загвоздка была в том, что болели в основном черные. Как только появился белый пациент, все сразу очнулись, на него потратили тестовую партию и он выздоровел. Круто, давайте еще лекарства. Так у нас больше нет, он же выздоровел, в чем проблема? Но в Африке тысячи людей больны. Так, когда настоящий человек в следующий раз заболеет, тогда и звоните. Вот здесь на донышке осталось, можете им отдать, пусть водой разбавят. А, да, это же Африка. Пам-пам. Наши ученые тоже не стоят на месте. В рамках Сколково создано лекарство Триозавирин, которое сможет побороть Эболу. Там какая история. Это лекарство было создано, чтобы побороть свиной грипп. Ну, помните, свиной грипп. Он другая болезнь, которая должна была уничтожить человечество пять лет назад. Так вот теперь создатели говорят, что это лекарство еще и от Эболы помогает. Она же должна что-то лечить. Например, Эболу. У нас нет больного Эболы, мы не можем протестировать, но давайте мыслить позитивно. И дайте нам больше денег из бюджета. Ммм? Пам-пам. На фоне некоторой истерии с выходом нового айфона, очень прикольно наблюдать, как многие люди, которые раньше жаловались на огромные неудобные лопаты, теперь внезапно полюбили большие экраны у телефонов. У меня есть предположение. Все эти люди латентно хотели себе андроид. У всех вокруг большие, они вынуждены пользоваться тем, что им дали. При этом сейчас, прямо на наших глазах, западные и восточные цивилизации идут навстречу друг другу. Пока американцы увеличивают у телефонов диагональ экрана, азиаты все больше внимания уделяют дизайну, стилю, чтобы людям легче было соскочить с яблочной иглой. Мне за несколько дней до старта продаж дали потестировать вот этот телефон, Samsung Galaxy Alpha, ссылка есть в описании, если вам интересно. Как раз пример того, что азиаты стали больше внимания уделять стилю. В корпусе использованы так называемые премиальные материалы, то есть металл, очень приятная задняя поверхность. Он очень тонкий, правда из-за этого пришлось пожертвовать немного батареей, объемом ее. Но здесь есть их фирменный супер режим экономии энергии. Если помните, специально для видеоблогерского батла я снимал это видео. То есть мы наблюдаем, как на встрече друг другу идет западная и восточная школа производства телефонов. Они скоро, видимо, соединятся. И чисто географически где-то на территории Урала появится идеальный телефон. Пам-пам! Осень. Пора, когда выходит продолжение любимых сериалов, а также новинки. Так вышел первый эпизод долгожданного сериала «Готэм», который рассказывает о жизни внезапно города Готэма до того, как там появился Бэтмен. Главный герой это полицейский, молодой Джим Гордон и его напарник, которые встречаются со всеми известными комиксными злодеями, только еще молодыми, неопытными, необразованными. То есть такой массивный приквел к Бэтмену. И первую серию посмотрело в Америке 8 миллионов человек, что, в принципе, для наших дней неплохой показатель. К своему стыду я еще не успел посмотреть первую серию, но если успели вы, то своим мнением делитесь в комментариях. Получилось ли у сериала держать ту высокую планку... Вот. Вот эта высокая планка. Я не знаю, почему я его так показываю. Ту высокую планку, которую своими фильмами задал Молан. Ведь все мы знаем, что главное. Какой Бэтмен получится? Пам-пам! Другая сериальная новость. Объявлены актеры для нового сезона настоящего детектива. Двух из четырех главных героев будут играть Колин Фаррелл и Вин Свон. Твиттер, конечно, уже взрывается тем, что они не смогут держать ту высокую-высокую планку, которую задали своими актерскими ролями Ууди Харрельсон и Мэттью Макконахи в первом сезоне. Я предлагаю просто подождать. Настоящий детектив – один из лучших сериалов за последнее время. Настоятельно рекомендую вам посмотреть первый сезон, но если его пропустили, это такой очень хороший баланс между умным кино и развлекательным сериалом. Ты его смотришь и прям ощущаешь, что ты лучше других. Ну и, конечно, поздравляю сериал «Друзья» с 20-летием. Пам-пам! Это все новости на сегодня. С вами был Руслан Усачев. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на канал. Пока! Группа Mail.ru окончательно овладела ВКонтакте, выкупила оставшиеся акции, теперь ей принадлежат и ВКонтакте, и Одноклассники, и мой мир.